Это может испортить любой отдых. Так называемую морскую болезнь. В детстве испытывал каждый второй украинец, а каждый десятый. Мучается ею всю жизнь, чувствуя слабость, головокружение и приступ тошноты в любом виде транспорта. О том, как избежать неприятностей и получать от путешествий, максимум удовольствия Полина Спасенко. Покупка билетов, погрузка багажа и через пару часов долгожданный отдых. Однако не все так радужно, как кажется. Сначала нужно вытерпеть несколько часов духоты и тряски. С их последствиями запорожцы борются, как могут. Жвачку жил. Укачивает, но стараюсь на машине ездить. Очень редко на маршрутках езжу. От укачивания таблеточку пьем и все. Но к таблеточкам нужно относиться осторожно, предупреждают фармацевты. Необходимо обратить внимание, какая степень укачивания. То есть, если человек знает, что он сильно укачивается, лучше применять химический препарат. Если это ребенок или как женщина беременная, кормящая, то тут предпочтение однозначно будет за гомеопатическим или за лекарственным средством на основе натурального сырья. А медики дают детям и их родителям специальные рекомендации. Главное – подготовиться к путешествию заранее. В других советах врачей тоже нет чего-то непосильного. Это банальные физические упражнения, плавание, качели. То есть, катание на качелях каждый день вызывает у ребенка привыкание к вестибулярному аппарату, к постоянным раздражителям. Есть и другие способы перехитрить морскую болезнь. Народные. Один из них – имбирь. Он, по словам специалистов, поможет прийти в себя даже самому чувствительному путешественнику. Можно делать его в виде настоек, чаев с лимоном. Или можно просто порезать его с собой в дорогу кусочками имбирь, кусочками лимон и разжевывать в течение всего путешествия. Каждые 3-4 часа. А если проблема застала врасплох, можно воспользоваться советами, известными еще со времен Древнего Китая. Например, массаж запястья. Нужно только знать правильные точки. Их около 10 – на руках, ушах, под ключицами и над верхней губой. Аккуратно массируя их, можно уменьшить дискомфорт при укачивании, а то и вовсе избавиться от тошноты. Эти точки можно массажировать, разминавая их вверх-вниз, круговыми движениями. Либо вообще перематывают их, фиксируют, делают какие-то повязки. Это как раз область наших часов. Не стоит забывать и о прописных истинах. Зафиксировать взгляд на линии горизонта, открыть окно, чтобы в салоне авто был свежий воздух. Эти советы известны каждому еще с детства. Кроме того, перед поездкой обязательно следует запастись несладкой водой. Так дорога на море или к бабушке наконец-то перестанет быть пыткой.